Привет всем, с вами Сервальд и мы продолжаем играть в Dark Souls и таковой цели у меня пока особо нет, мы просто побродим по этой церкви, поищем секретки и т.п. и т.п. в общем погуляем слегка. У меня в плохом состоянии лебарда, я не знаю, у меня она сама не чина, ну то бишь починить ее при помощи подручных средств у меня не получилось. Так, интересно, а мы отсюда выбраться-то сможем? Вроде сможем. Так, большой лук Драконоборца, стрела Драконоборца. Слушайте, успех по-моему, да? Так, давайте поставим стрелы. Всего две, но зато есть. И где тут большой лук? Как интересно он выглядит. Наверное он выглядит, да, именно так он и выглядит. Мы с ним, по-моему, бегать не можем просто. Че он, неужели он такой тяжелый? Сто... Нет, десять он весит. Десять и все. Лук Драконоборца, которым руководил Гох Соколиный Глаз. Соколиный. Один из четырех рыцарей Гвина. Из-за больших размеров перед высылом его нужно укрепить на земле. Стрелять только специальными большими стрелами. Существую, что стрелы именно только такие. Ну-ка, давайте посмотрим, как это выглядит. Короткими стрелами тоже стрелять может? Нет, не может. Так. Только такими. Да, он и правда ставит его в землю. Наносит двести урона. Хо-хо-хо! По-моему, это успех. Так, как можно отменить? Нет, нельзя отменить. Ну ладно. Я думаю, я такими стрелами запасусь. Где-то, по-моему, не хухры-бухры. Так, а почему мы ходим только? Что-то не так. Что-то я не совсем пойму. Загруженность 60. Неужели мы... А если убрать лук отсюда? На что-нибудь? То, что было? Ага, это лук нам мешает. А этот что, меньше что ли? 6? Ну да, и правда меньше. В общем, лук у нас это экзотическое оружие. Ой, под нами еще кто-то есть. Оп! Три урона. Вот она мощь сила. Как бы нам не фидануть только ему. Так, а что-то написано. Может быть тут лазейка? Безопасная зона. Хм. Да не лазейка. Так, ну этому вроде мало осталось. Почти все снесли. Оп! В общем, придется качать нам выносливость, чтобы носить этот лук. Потому что, ну, он мне приглянулся. Хоть он не поворотливый, но... Зачем-то я хотел использовать стрелы... А, вспомнил. Убивать того чувака. Так. Да-да-да. Я хочу у тебя попробовать починить свою алебарду. И нет, я не могу починить у тебя свою алебарду. Прощай, моя алебарда. Потому что я не знаю, что с ней делать. Вроде у нее не написано то, что я не могу ее чинить. Но починить я ее не могу. Как бы я этого не хотел. Не знаю, в чем проблема. Если кто-то что-то знает, прошу вас, напишите. Буду только рад. Мерцающий титанит еще нужен для лука. Ну, прям охренеть. Щитцем левый. Это купить можно? А, это выковать. Откуда у меня... А, я же подбирал точно. Так, окей. Так, это мы смотрели усиление. Что у нас с броней? У нас обломок нужен. Ну, я пока курточку мышь вроде. А, у меня есть. Да, у меня есть. Это есть, это понятно. Сейчас у меня вот это, и тут тоже мерцающий титанит. И я пока что не выбрал то, что я буду носить всегда. Ну, то бишь, и понятно, что... Хотя можно покупать мерцающий титанит. Потому что не так, конечно, и... А обломок нельзя, вот обломки нужно. А обломок нельзя купить. Печальник. И лунная стрела 500 стоит. Вот, я хочу таких вот парочку купить. Блин, дорогие стрелы. Реально, оно вот не для простых дел, в общем. Не для простых. Я лунную стрелу хочу посмотреть, что это такое. Денег мне не жалко. Точнее, душ. Что ж, мы закупились. Вот, непонятно, что мне делать с алебарды теперь. Ну, у меня, кстати, есть замена алебарды. Я хотел ходить косой. Мне очень интересно, как это воевать с ним. Может быть, и правда хорошая идея. И, собственно, что мы делаем сейчас? Мы не знаем, что мы делаем сейчас. Я без понятия. Я хотел что-то осмотреть. Тут еще убить товарища с палкой. В общем, эта серия будет ни о чем. Мне такое ощущение, что мы просто гуляем и делаем какую-нибудь херню. Так, ну, это убьет так же. Так, я надеюсь, сейчас не иду в микрофон. Как же... Ой-ой-ой. Эй-эй-эй-эй. Так, я нажал не ту кнопку и... У меня... Управление поменялось. Неприятный парень. Он даже стреляет даже в упор. Так, это вообще его не дамажит. А еще я хочу вам сказать, что я начался парировать нормально. По-моему, это достижение. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ты че такой борзый-то? По-моему, болен, по-моему. Не знаю, не вижу смысла особо воевать с ним, если я не собираюсь идти к двум братьям-ам-гроватам. Оп. Я аж дернулся. Ты так не шуткуй. Я тебя пока не трогаю. Наверное, стрелами дракона борца его просто зашибись убивать. Наверное, как ватный будет. Хотя, кто его знает, может, и не пробивается. Так. Мне кажется, я пропустил поворот. Как я это сделал? Где тут поворот? А, вот он. Господи, все такое неочевидное для меня. Так, а, собственно, у нас есть стрелы. У нас есть лук. Хотя он, наверное... А, кстати, да, мы же можем... Так, блин, рано я его одел тогда. Бесполезная у нас пока коса. По сравнению с алибардой. Но я думаю, ее просто надо вкачнуть. Нам надо добраться на второй этаж. На самом деле, я уже запутался где-то что. По идее, нам надо сюда. Вот, значит, нам надо просто спуститься. Спуститься вот здесь. О, если этот звук был вам слышен, я за него извиняюсь. Я, к сожалению, в программе, которая оповещает звуком о том, что кто-то зашел. И, наверное, это отключается. И я думаю, что стоит это потом сделать. Потому что... К чему вам это слушать? Это секретка или это так и было? Я не помню. Так, да, это секретка. Тут где-то должна быть такая же лестница. Вот она, да. И сверху там, по-моему, есть балкончик. И с него можно стрелять. Поскольку у нас слуг не позволяет нам быть подвижными. Вообще никак. То бишь мы стоим на месте. Он стационарная пушка. Поэтому нам так. Еще я узнал, что копейщиков тоже можно парировать. Но только никогда они бьют щитом, конечно, да. Давай. Покажем нам новые приемы, которые мы начнем. Да что ж ты щитом-то меня бьешь? Кстати, урон наносит щитом. Да? Кстати, такие удары я не уверен, что можно парировать, когда он замахает вот так вот. Потому что если вам... Вот такие вот удары точно парировать можно. А вот такие я не уверен. Ну, то можно так бить. Да? Да, что ж такое? Так и будем... Друг друга бить. Точнее, я тебя бью, а ты туда меня нет. Ха-ха. Я... У-у-у. Нет, нет, нет. Стой, 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 стой. Успею. Успел. Ха-ха. Рискую. Пытаюсь выпендриться, и не получается. Ха-ха-ха. Как-то так. Блин, надо еще бутылку пить. У-у-у. Сейчас он как нас оденет на копье. Да что ж ты такой несговорчивый-то. На одном копейщике я так много теряю иногда. Это ужасно. Как были копейщики мои самые нелюбимые враги, так и они и остались ими. Это ужасно. Друг впереди. Где здесь друг? Может быть, здесь стена? Видимая. Ой, как-то он неудобно стоит. Я даже не знаю, буду ли до него застреливать или нет. Неужели пришли? Неужели снизу надо его убить? Черт. Кстати, у меня, наверное, вообще даже прицел-то не ведется. Так низко. Так. Собственно, так, как я и думал. Эх, вообще никак. Блин. Это значит, что нам надо вниз спускаться. Взря сюда шел. Что-то я взял, не посмотрел. Что это? Еееее. Ничего не происходит. Блин. Я каждый раз эту морду вижу и каждый раз, по-моему, пугаюсь ее. Отличная серия. Я бегу, я бегу туда, я бегу сюда. Посмотрел тут, посмотрел там. Гуляем по замку. Я думаю, я тут половину вырежу того, что происходит, потому что ничего не происходит. А здесь? Нет, он не здесь. Собственно, здесь я ничего не хочу. Может быть, что-нибудь полезное написано? Сверепый брак, пири. Хм. Окей. Так. На самом деле, заблудиться тут, по-моему, конечно, не так. Ну, то бишь, непросто. Но иногда, мне кажется, тут все одинаковое. Блин, из-за того, что мы медленные, может, надо его выманить, короче, сюда. Да. Ить, больно. Иди сюда. Ну, иди сюда. Покажись в окошко. Нет, он так не работал. Хотя, вот мы вот так вот. Давайте попробуем. Чего мы не теряем. Называется, как сражаться, не сражаясь. Серия. Я думаю, да. Оп. Так, стрелы-то. А, стрелы-то я не поставил. Ну, давайте. Драконаборцы. Драконаборья. Ядолакин. Пом. Не попал. Окей. Тяжело ведет. Все, не туда. Ну, может быть, специально анти-стреломесто? Да вы издеваетесь. Че-то я как-то... Ну, немножко. Ну, давай. Еще немножко проверить. Не настолько. Говно. Во. Вот так бы сразу. Я на него стрелы сейчас потрачу. И попробую убить так, наверное. Ну, да. Такими стрелами ты стрелять не можешь. Давайте возьмем обычный луку. Да ты прикалываешься. А, не дамажат такие. Стрелы столько же стоили. Блин, говна. Ладно. Ты дорогом не обошелся, чувак. И я тебя все равно не убью. Как же мало я урона ему наношу. Как же больно он бьет. Мне кажется, или это левелап у него произошел, потому что раньше он не был таким суровым. Или я что-то путаю. Я же таких убивал. И ни одного. Даже не двоих. Троих. Или четверых. А сейчас просто один меня вертит, крутит. Как хочет просто. Просто всю защиту с одного удара. Ну, я ему убью. Ему хоть бы хны. Щит. Хилсу. Нормал. Все правильно делает. Не убить мне его. Не знаю. Возможно, придется как-то позже с ним встречаться. Пам-пам-пам-пам-пам. А куда мне идти, кроме как двух, двух, тех двух убивать, я не знаю. Может быть, надо их убивать. У меня там в запасе были души. Надо их сожрать и левелапнуться, думаю. Даже так. Потому что у меня тут два левелапа в кармане. А я этого не использую. Потому что, ну, не. Я догадываюсь, что некоторые люди играют там, не знаю, с 20 уровнем здесь и не парятся. Поскольку они модные и у них наверняка шмот нормальный. Вообще они молодцы. Но у меня так не выходит. Поэтому Как-то так. Ну, давайте попробуем еще раз убить их. Не думаю, что из этого что-то выглядит хорошее. Этих вообще вертеть, крутить легко. По сравнению с первыми скелетами, даже с первым скелетом их проще парировать. Не знаю, у меня первые скелеты, по-моему, больше проблем вызывали в этом деле. Ну, хотя копейщики, как были круты, так остались. Хотя вот этого даже бежать за воде нельзя. Потому что это еще круче. Да? Вот это было можно парировать. Вот. Парировать копейщика могу. Успех. Это успех. Ну, давай еще один. Да, давай, давай, давай. Ну, смотрите-ка. Отдохнул. Сколько я там отдыхал? Неделю почти. Не выходила серия новая. И... Счасть серебряного рыцаря. И вроде как... С новыми силами нормально все идет. Правда, того каменного родца я так и не заварил. Но... Не важно. Кто об этом помнит. Не знаю, может... Ну, бежать по верху к лучнику как-то мне влом. Может быть, попробовать пробежать просто сразу. Фу-фу-фу. Нет. Я думал, лучника надо убить. Вот уже просто на меня посмотрел недоброе. Мне это не понравилось. И... К черту ее! К черту этого лучника. Я хочу его убить. Хотя, на самом деле, лучники это опасная штука. Особенно вот такие. Они какие-то безумные. Когда к ним подбегаешь... Даже когда к ним подбегаешь уже, они не убирают лука. Они продолжают стрелять с этого гребаного лука. Пока ты не умрешь. Серьезно. Вот они... Вот я подбегал, и они... Я их бью, им пофиг. Они продолжают стрелять с лука. Им норм. Потому что они убивают меня так. Блин, много он броней... Ой, выносливость. Что-то было так что. Ты щитом ударил, что ли? Так-то... Не сложно их ловить. А парировал. Вот вопрос только в том, что убивать големов или нет. Мне как-то влом. Я думаю, можно пройти как-то спокойненько. Ну, относительно спокойненько. Что-то пишут. Я думаю, человечность. Да, союзник нужен. Соло убить двоих. Особенно боссов. Два босса сразу. Кто это придумал? Вот как-то их надо... Вот этого, я думаю, первого выцепить. То, что... О, проще и выманить. Оооо. Выманил. Как их убивать? Что-то как-то они вертят, крутят меня пока. Надо поискать, куда мне идти. Я не знаю, наверное, вырежу большой кусок, пока я тут брожу, и в конце которого я скажу Я ничего не нашёл. Вот как-то так, я думаю, всё будет. Потому что... Ну, как-то не хочется мне к ним идти. Пока что. Хочется обойтись без этого. Дин-дон, дин-дон. Ну что ж, я решил, что соло я... Набегался, и... Я не призвал, я был призван. Ну, во-первых, я думаю, что он всё-таки пойдёт на двух братах... На двух братов. И я хотя бы понаблюдаю, что они могут. То бишь, я посмотрю, как вести бой с ними. Хотя, в твоём месте, естественно, то, как мы будем вести себя на поле боя, будет гораздо сильно отличаться от того, как был бы и осоло, но... Хотя бы посмотрю, что умеют эти твари. Надеюсь, у нас это получится. Я этого товарища не знаю. У него копьё электрическое, и... Больше я у него пока ничего не видел. Ну, смотрите, он умеет отражать удары и бить. Копьё... Ну, слабее, чем у меня меч. Мечом я почти фулл хп снимаю. Также это отличный способ пофармить. Почему бы не пофармить? Так. Глупая идея. Я, по-моему, так больше урона нанесу. Оп. Недолёт. Ой, сейчас откинет. Жалко. Есть. Минус один большой. Я не могу использовать банки. Поэтому, блин, если он не хильнётся, то и я не хильнусь. Ну, ухиляется он неплохо. Что-то я слишком... А, он решил мне ещё и фулл сделать. То есть он не хочет, чтобы я был слишком слаб. Ну, или может он просто случайно нажал. Не знаю. Надо быть немножко аккуратнее всё-таки. Без хилок. Ещё всё сложнее становится. Нас, конечно, двое. Если что, хильнёт он. Не умол. Ну, взят копьё на расчёт на то, чтобы пробивать щиты, я думаю. Так, вот раз ты нас на такой не поймаешь, товарищ ч-ч-ч-ч, в броне. Тянут шпигивать. Он просто умудряется невероятное количество раз. Что он, куда он идёт? Что мы должны сделать? Что он хочет сделать, точнее? А, он хочет ещё и призвать рыцаря золотого, который NPC-шник. То бишь, что он вообще не парится, он призывает толпу людей и... Собственно, чё парится? Нас трое, мы победим двоих, наверное. Не знаю. Главное, чтобы он не фиданул, иначе мы с NPC-шником исчезнем. Это будет грустно. Какое-то время я чувствую, я тут буду. Я не знаю, соло их вообще убить реально. Наверное, реально, но, блин. Я пока это себе смутно представляю всё-таки. Всё-таки их там два. Два врага, это не очень классно. Как вот, мы сейчас одного завлекаем, второй, он с другим бьётся. И он позволяет ему убивать его. Возможно, я тоже призову помощь, потому что... Хотя я не могу, вот сейчас, если мы убьём их, тогда я смогу призвать помощь, потому что я потерял всю свою человечность. На каких-то просто элементарных ошибках я использовал зря. На что поделать. О, ещё у него молния есть, у этого рыцаря. Даже вдвоём, скорее всего, будет всё легче. То бишь, один занимается одним, другой другим. Не знаю, как... Насколько NPC-шник хорошо будет драться сам, потому что сейчас я весь удар принимаю на себя и блокирую. То бишь, у меня урон не проходит, и я живой. Поэтому наш NPC-шник может свободно просто бить этого товарища. Хотя, стоп, вот у меня сейчас. Ух ты, даже электрическое копьё задефал. Хотя, вот в этот раз не получилось. По-моему, он решил бросить меня. На этого товарища Сова. Что произошло? А, вот. Умирает, когда один. Вот, умер один. Второй сейчас станет больше, потому что этот был большой. И вся его сила перейдёт к нему. И он тут тоже станет большим. Если бы умер вот этот первый, то... Блин. По-моему, лучше бы, если бы я убил этого первого. Потому что... Большой и быстрый, вот этот, по-моему, опаснее, чем тот быстрый. Хотя, я не знаю, может быть, я и не прав. То бишь, один быстрый, другой был большой и сильный. Ещё есть фу... У-у-у-у-у-у-у. Что это было? Вот этого чумыря, как соло убивать Я вообще не представляю, слушайте Ну вот, то бишь, тот быстрый и сильный То бишь, как-то у того атаки мне казалось Как-то попроще Хотя, может быть, тот быстрый и еще опаснее, чем этот Не знаю Я думаю, что я соло не буду выводить Я насмотрелся, по-моему, только что на это Соло убивание Вот, да, парень сделал правильно Он купил у кого-то огненные смолы И просто поджог оружие Позволяет хоть как-то нормально убивать Меня подняли, меня... Ой, разряд Какой он злой Хилок у него достаточно пока, я смотрю, хиляется Щит просто в дребезге Ну, давай, понятно, он большой и сильный Страшный, мощный Ой, как все не очень хорошо получилось-то Кто же знал Я не знал Я фиданул, собственно, что я могу сказать Но убивать осола я все-таки теперь боюсь Я посмотрел, что они могут И если бы он был один, то да Их там, блин, я не получил душу Вот человече самое опасное Чувствую, что я буду пытаться помогать И убивать, пока Не получу человечность Ну, в общем, пока это не произойдет Я не буду продолжать запись Утомлять вас попытками Спасибо тем, кто меня смотрел Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки Пока-пока